Ну, хорошо, значит, мы с вами остановились в прошлый раз на вот этой замечательной теме, которая устанавливает некую параллель между престолом славы и туалетом. Человек сидит на толчке, и это тоже называется кисе-гаковод, то есть тоже своего рода престол славы. Ну, и мы видели, каким образом вот эта вся тематика, она неожиданно превращается в своеобразную метафору, в том числе здесь у нас была и Рим появился, да, как некая точка окончания истории, по сути дела, да, потому что с точки зрения мудрецов Талмуда Римское царство, это вот царство последнее, после которого должен, при выходе из которого должно осуществиться избавление. Я уже говорил, наверное, помню тем, кто с нами давно, я много раз уже это говорил, да, то есть вот эта концепция, концепция сакральной истории как последовательного исхода народа Израиля из разного рода царств, Египет, затем Равилон, затем Персия, затем Греция, а затем Эдом, то есть Римское царство. Это, собственно говоря, та концепция, которая основывается на книге Даниэля или Даниила и, в общем, пронизывает с собой всю талмудическую литературу, да, то есть она в писании не представлена, а в Талмуде она как раз является основополагающей. Ну вот и здесь, поэтому здесь Рим тоже появляется не случайно, потому что это как бы как раз последнее царство. Ну мы достаточно, по-моему, обсудили этот, всю эту сугию, то есть всю эту последовательность вот этих тем, которые вроде бы представлялись поначалу совершенно разрозненными и несвязанными, но на поверку оказались, в общем, на самом деле, можно увидеть здесь некую мысль, которая стоит за вот этим набором этих высказываний. Ну и мы идем дальше. Дальше у нас приводится цитата, и она тоже вроде бы приводится ни с того ни с сего, она ни с чем не связана вроде бы. Это цитата из книги Шмуэля «Беамар ле гаргеха ватахас алеха». Либо «Тахос алеха» можно прочитать, да, то есть здесь зависит от того, как мы читаем этот самый глав. Сейчас про это поговорим. Значит, это цитата из книги Шмуэля, первой книги Шмуэля, 24 глава, 10 стих. Давайте сразу посмотрим на этот стих, чтобы понять, о чем, собственно говоря, идет речь. Надеюсь, что у вас есть возможность открыть описание в электронном виде или в бумажном виде. Значит, 24 глава, 10 стих. Это знаменитый эпизод, эпизод, когда Давид, то есть фоном здесь является то, что Шауль пытается убить Давида. Это последние дни царства Шауля. Шауля, он отвергнутый царь, но с этим он смириться не может. И Давида, который, собственно говоря, есть помазанный царь, человек, который помазан на царство, он, значит, за ним охотится. И было, когда вернулся Шауль из погони за фельдшимлянами, сообщили ему и сказали, вот Давид в пустыне Энгеди. И взял Шауль 3000 отборных мужей всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по скалам, где живут серны. И пришел он к овечьему загону при дороге, а там была пещера. И зашел туда Шауль за нуждой. Ну, то есть пошел опорожниться. И тогда мы понимаем, что тема, видимо, и вот весь этот контекст, связан именно с этим, и тогда наша тематика понятна, почему здесь возникает этот стих, хотя цитируется следующий стих. А Давид и люди его сидели в глубине пещеры. То есть Давид сидел в глубине пещеры, а Шауль, не зная о том, что там сидят Давид и его люди, туда заходят. И люди Давида сказали ему, вот тот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предаю врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что захочешь. И встал Давид. Ну, и он мог бы убить Шауля, тем более Шауль без, как бы, он один, его люди остались, видимо, у входа в пещеру. И встал Давид и тайком отрезал край, край одежды Шауля. Продолжение следует... Продолжение следует...